Сегодня я имею обращение, во-первых, в церкви «Живой поток», в первую очередь, за которую я особенно переживаю. Этой ночью я спал, наверное, часа три, но хочу также этим обращением обратиться ко всем людям, которые смотрят нас онлайн, в связи с ситуацией, которая происходит сейчас, напряжение в Европе и в связи с войной в Украине. Но хочу обратить, в первую очередь, внимание на нашу церковь. Война, конечно, это ужасно. Многие видели фильмы про войну, слышали о войнах в других странах, но когда это происходит в стране, где многие из нас родились, жили, то, конечно, мы это все переживаем совершенно на другом уровне. Сегодня мы живем в мире, который непредсказуем. Как никогда все очень быстро и резко меняется. Американские пасторы, друзья, которые живут в Джексонвилле, звонили, писали. Они тоже переживают, они тоже молятся. Я думаю, если люди, которые никогда там не были, никогда там не жили, и они переживают и молятся, то представьте себе, как это переживаем мы. Сегодня мы знаем, что мы получили уже звонки, просьбы, вопли о помощи из разных концов Украины. Я говорю о всей Украине. Это север, это юг, это восток, это центр. Самые большие города, которые просят о помощи, это люди, которые находятся в подвалах, это женщины, которые рожают в подвалах, это люди, которые в панике бегут, умирают и просят, помогите. У многих из нас там есть друзья, родственники. И у некоторых из вас там есть родители. Кто-то потерял связь, особо им тяжело спать. Там есть наши миссионеры, там есть наши церкви. Если это касается людей, нас, живущих здесь в Америке на расстоянии, то представьте, как эта ситуация влияет на тех, кто не может спать. От взрывов, снарядов. И, конечно же, наш долг, как христиан, это сострадать, это помогать. И мы будем помогать пострадавшим. Война, друзья, она разрушает и убивает, но физическая война, она видимо для нас. Вы все видели разные видеоролики, но есть еще другая война. Есть война информационная. Это пропаганда, обман. И это все разжигает еще больше раздоры между людьми. Но есть еще и третья война. Это война духовная. Эта война невидима, но она сто процентов есть. Сегодня было зачитано очень правильное местописание, что наша брань не против плоти и крови, но против духов злобы поднебесной. И не точно действует. Когда вы смотрите на действия, вы понимаете, что это по-человечески невозможно объяснить. За этим стоят реально злые духи, которые уничтожают и убивают. Мы, как христиане, особо должны понимать и осознавать именно духовную брань и духовную войну. Мы, как верующие люди, сегодня должны быть как никогда бдительны и осторожны. Мы должны понимать, что ненависть всегда порождает ненависть. И зло всегда будет порождать зло. Злые комментарии невозможно победить злыми комментариями. Ненависть всегда порождает ненависть. Мы, как христиане, должны правильно видеть. Помните, Бог не зря спрашивал своих людей, что ты видишь. Оказывается, для Бога было очень важно, чтобы люди правильно видели. Потому что мы можем смотреть только физическими глазами. Если Бог спрашивает, что ты видишь, это значит, что мы можем слышать неправильно, и мы можем видеть неправильно, а в итоге оценивать ситуацию неправильно. И нам важно понимать, что за любым злом нам важно видеть больше, чем только личность. За любым злом и насилием нам важно видеть дальше, чем просто национальность. Главная причина во всем этом – это грех. Порог – это человеческая греховная природа. Именно это самый большой порог, который разрушает человечество. То, что нельзя назвать человечеством, но то, что делают люди-человеки. За этим стоит дьявол, который разрушает человечество. Но при этом нам нужно быть бдительными и спокойными. В Москве, в Санкт-Петербурге тысячи людей выходили на улицы и кричали «Нет, войне!» Вы думаете, эти люди были христиане? Большинство из них – это были простые российские граждане, которые также были против войны и насилия. Это значит, друзья, что нам никогда не стоит ставить всех под одну гребенку. Я в своей жизни жил в разных странах, в разных культурах. Когда я жил во Франции, меня предупреждали, что это самая развращенная страна в Европе. И, казалось бы, там нормальных верующих нет. Но я хочу вам сказать, что я свидетель, что в каждой нации, в каждом народе есть богобоязненные люди. есть люди, которые любят Бога, и люди, которые любят людей, и которые сострадают вместе с вами. Когда фашисты и немцы уничтожали евреев, те же самые немцы прятали их и спасали евреев. Помните, никто не выбирает, где ему родиться, в какой стране родиться и под каким президентом ему жить. Христиане жили во время Нерона, но они при этом оставались христианами. Не только на словах, но на деле. Умирали, переживая несправедливость. Мы не выбираем, где нам родиться, но мы выбираем наше мышление. Мы выбираем, потому что Писание ложит эту ответственность на нас и говорит обновлять, призывает нас обновлять наш разум. Писание говорит о помышлении, о мыслях плотских и о мыслях духовных. И каждый выбирает, чем заполнять свое сердце, какой информацией и какими мыслями. А дальше все, как написано. От избытка сердца говорят уста. На основании, можно задать вопрос каждому, на основании чего ты говоришь, на основании чего ты комментируешь, на основании чего ты так думаешь и реагируешь? На основании фактов? На основании новостей? На основании насилия? Или твое мышление основано на основании Слова Божия? Римлянам 8,6 написано. Помышления плотские, суть смерть, а помышления духовные, жизнь и мир. Если вы внимательно слушали, здесь говорится о мыслях, которые несут либо мир, либо смерть. Смерть не обязательно сразу физическая, но наши слова, они несут смерть. Наши слова сравниваются наш язык с острым мечом, с ядом. Это либо разжигает раздоры, либо несет оскорбления, либо несет мир. И все зависит от мыслей. Сегодня наши мысли, они запутаны, переполнены, перегружены информацией. И эти мысли влияют на наше настроение, на нашу реакцию, и на наш внутренний мир и покой. Как важно понимать верующим людям, что еще написано в новом переводе, мысли, управляемые духом, принесут жизнь и спокойствие. Мысли, управляющие плотью, принесут раздор и ненависть. Друзья, мысли плотского человека, у плотского человека, мира никогда не будет. А духовные мысли, это значит, которые мысли, которые пропитаны Словом Божьим. Как сегодня нас отвлекло все, что вокруг. Я уверен, что в новостях и в экране мы проводили на несколько часов больше последнюю неделю, чем в Слове Божьем. Но помните, что-то несет мир, а что-то несет тревогу. И в это тревожное время, как важно нам помнить, как христианам, важно помнить, кто мы. Важно помнить, кто мы не просто по паспорту, а важно помнить, кто мы внутри. Важно помнить, какова наша природа. Писание призывает нас жить не по паспорту, а по духу. По духу. В этом есть очень глубокий смысл. Другой вариант – это жить по плоти, реагировать по плоти. Но мы должны оставаться людьми духовными. Мы должны быть выше обстоятельств, выше новостей. Мы должны иметь мысли не только земные, но и духовные. Мы должны помнить и понимать, что прежде всего мы граждане, небо. Филиппийцам 3.20 написано. Наше жительство на небесах. По-английски написано еще более четко. Мы граждане неба. Пусть это гражданство, оно будет впереди. Пусть оно руководит нашими мыслями, нашей реакцией. Христиане должны видеть дальше и глубже. Это значит четко понимать и всем объяснять, что за насилием стоит греховная природа человека. Именно это сеет вражду. Четвертая книга, царств, шестая глава. Когда-то однажды духовный человек сказал, Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел. Это были слова Елисея. И дальше этот человек увидел духовный мир. Как важно сегодня, чтобы мы, верующие люди, обратились к Богу с такой же молитвой. Господи, открой нам глаза, чтобы нам видеть также и духовный мир, который происходит сегодня, реально существует среди нас. Господи, помоги нам смотреть на все духовными глазами, как больно и горько и несправедливо смотреть на то, как убивают людей. Но именно здесь важно проявить христианство на практике. Христос сказал Матфея 5,44 Я говорю вам, любите врагов ваших. Представляйте сейчас картину Иисуса Христа, который стоит и говорит эту проповедь. Благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Кто-то скажет Я не прав. Я хочу напомнить, что я всего лишь процитировал слова Иисуса Христа. А дальше внимание. Христос сказал эти слова, когда когда оккупанты заняли израильскую землю. Когда римляне жестоко подавляли любое желание быть независимым от Рима. Евреи это переживали и понимали лучше, чем мы. Когда их сердце разрывалось от злости и ненависти, тогда Христос говорил эти слова, от которых наверное кого-то тошнило, раздирало, невозможно было слушать. И когда сегодня вы видите насилие и жестокость, это не значит, что вы согласны с этими действиями. но это значит, что мы как христиане мы реагируем по-другому, потому что мы имеем другую природу. И только тот, кто имеет другую природу, только он может реагировать по-другому, не по плоти, а по духу. Христиане, церковь живой поток, наша реакция, правильная реакция во время кризиса это и есть духовная зрелость. Любое напряжение оно вскрывает то, что живет у нас внутри. Оно давно там жило, просто не проявлялось. Ненависть, гнев, грубость, любое напряжение это работает, это правда и в семье, и на войне, и в политике. Матфея 12, 34 написано, как вы можете говорить добрые, будучи злые, ибо от избытка сердца говорят уста. Все, что люди говорят, все, что люди пишут, друзья, поймите, не кто-то это спровоцировал, это зло и ненависть, оно давно в сердце жило, просто сейчас оно проявилось, потому что нас придавили. Ситуация она заставила, вылилось то, что жило в сердце. И нам, как христианам, сегодня важно понимать, что война в Украине принесет больше разрушений, чем просто разрушенные дома, разрушенные заводы и убитые люди. Сегодня эта война идет на вайбере, сегодня эта война идет на социальных сетях, сегодня это сеет вражду между братьями и сестрами, иногда даже между братьями и сестрами во Христе. и здесь дьявол хорошо преуспевает. Поэтому, друзья, если вы видите и слышите перестрелки в разных вайбер-группах, в разных соцсетях, между соседями, друзьями, между членами церкви, помните, мы другой природы. Всегда вспоминайте Христа, который стоял и говорил во время того, когда жестоко и несправедливо действовала Римская империя. Но он говорил послание мира. Любите, благословляйте. Нам, верующим, сегодня время доказать это на практике. Нам нельзя допустить, чтобы это рассорило нас, христиан, чтобы это украло наш мир. Мы не имеем права проявлять грубость, унижать, обзывать и давать место ненависти. Мы призваны жить по духу, а не по плоти. Как же это жить по плоти? Библия объясняет Галатам 5, 19 Дела и слова плоти это вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия. Вспоминайте все цитаты, которые мы читали. Ненависть и убийство это все дела плоти. Плот же духа, любовь, радость и мир. почему-то нас не удивляет, что можно быть всю жизнь верующими. Вроде с детства ходить в церковь, а плода духа так и не иметь. Как хочется сегодня сказать я тот человек, Дух Святой научи меня. Я хочу иметь плод духа. Я не хочу зависеть от обстоятельств. Я не хочу руководствоваться эмоциями. Я хочу жить по духу. Помоги мне, Господи, научи меня дух Святой. Научи меня быть другим, быть светом в этом мире. Помоги мне иметь плод духа не только в воскресенье утром, не только при хорошем настроении, не только если все будет по-моему, не только если все будет справедливо на земле. Такого никогда не будет. Мы все имеем свое мнение, но нам стоит учитывать, что часто нами движут эмоции. Мы никогда всю правду из новостей не узнаем. Часто нами движет плоть, и мы знаем, что мы способны ошибаться. Мы признаем, что наше мнение может меняться, а значит, на него не стоит опираться. Давайте будем опираться на Слово Божие и быть христианами на деле. Мы призваны нести мир, и первые слова Христа после воскресения, когда Он явился Своим ученикам, в тревожное время Он сказал «Мир вам!» Христос перенес жестокость. Именно Он имел право возмущаться. На удивление всех Он сказал слова «Боже, Отче, прости им!» Как хочется нам понимать, друзья, что мы Его ученики. Он наш Господь и Учитель. И когда Он проповедовал о мире, хочется быть именно Его последователем. У политиков есть миссия, у пожарников есть своя миссия, у медиков своя, но мы как христиане должны помнить, что у церкви есть своя миссия. И наша миссия нести мир и надежду туда, где горе, плач и безнадежность. Мы призваны нести благую весть. И если мы верим Его Писанию, то Матфея 24 написано, 6 глава, 24, 6. Вы услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, люди, не бойтесь, не ужасайтесь, ибо надлежит, должно всему тому быть, но это еще не конец. И восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры, и землетрясения по местам. И когда мы это читаем, как важно еще раз осознать, как хорошо, что я знаю Бога, что я в Него верю, и что я верующий человек. Кто-то скажет, события, о которых я прочитал, это уже было. Кто-то скажет, это еще будет. А я думаю, друзья, это было и будет. Наше поколение, мы являемся свидетелями исполнения многих пророчеств, как, наверное, никакое другое поколение до нас. А еще мы знаем, что и Антихрист придет. И еще мы знаем, что и мир придет. Из Писания мы знаем, что будет объявлено мир и безопасность. И тогда написано внезапно, как пагуба, внезапно настанет конец. Друзья, мы как верующие люди, мы блаженны, потому что мы знаем конец фильма, то есть конец света. Мы знаем, чем все закончится. И это должно нести нам мир. Римская империя завоевала полмира. Казалось, она была настолько нерушима и непоколебима. советская коммунистическая империя тоже казалось много, завоевала и казалось, она была непоколебима. 70 лет и обе эти империи усиленно уничтожали церковь. Где эти империи сегодня? Бог остается на троне. Все прошло, но церковь не прошла, церковь не исчезла. как важно сегодня быть частью церкви и помнить, что прежде всего мы граждане неба, а Бог по-прежнему остается на троне. Братья и сестры, на небе не будет места ненависти, там не будет раздора, там не будет мести, там будет только любовь. На небе будут украинцы, на небе будут и русские, на небе будут и немцы, и китайцы, там будут все люди, любящие Бога и любящие людей. Потрясения и откровения заставляют людей меняться. почему-то простое откровение, которое изложено в Слове Божьем, часто для нас этого недостаточно, но подобные потрясения, как война, пандемия, они как-то людей заставляют меняться. Происходит переоценка ценностей. Здесь семья, где муж с женой ругаются за ерунду, а там другая семья, где мужа убили, а жена живет в подвале с детьми. Происходит переоценка ценностей. Где-то люди целеустремленно зарабатывают деньги. Жизнь очень плотская, красивая, материальная, а где-то это все не имеет никакого смысла, лишь бы выжить. Потрясение, гонение всегда приближало людей к Богу. Притча 4.23 сказано «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Оказывается, твое настроение и источники жизни не из Ютьюба, не от новостей они зависят, хотя это на нас влияет, но твои источники жизни, твой мир душевный и внутренний зависит от того, как ты хранишь свое сердце, чем ты заполняешь свой разум. Храни сердце от разной информации, который несет в себе месть и ненависть. Сохраняй мир в отношениях и мир в сердце. Я призываю вас, друзья, не питайтесь только новостями. Я уверен, что мы все признаем, что за эти последние дни мы получили овердоз плохих и страшных новостей. и можно спросить себя, сколько минут мы читали Библию за последнюю неделю и сколько часов мы читали новости. Мы, как христиане, должны оставаться бдительны. Да, сложившиеся ситуации, смотря на то, что происходит там и на те зовые помощи, которые мы получаем. Наша церковь не просто будет действовать, но мы уже действуем. Сегодня небольшая группа людей уезжает, группа людей, включая из нашей церкви, уезжает в Польшу, на границу Украины и Польши, там, где находится очень много беженцев, мирных жителей, которые бегут и убегают. И в этой группе, слава Богу, там есть наши члены церкви, русские, украинцы и американцы. Как хорошо, что люди понимают, что когда горе и беда, мы все должны бежать на помощь, сострадать и помогать. И мы должны действовать не по паспорту, а по природе. Мы прежде всего дети Божьи и граждане неба. мы им туда передали новые заветы. Эту литературу христианскую будут раздавать там, где много беженцев и паники, там, где толпы людей сейчас и там, где люди как никогда открыты слышать весть Евангелия и весть утешения и весть надежды. Позиция нашей церкви, позиция всех христиан, я верю, что это должен быть наш фокус, ни в коем случае не питать себя ненавистью, не допустить и не разжигать раздоры в соцсетях, а просто помогать пострадавшим, просто спасать. Зло невозможно победить злом. Римлянам 12, 21 написано, не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Мы будем помогать пострадавшим в Украине. Наша церковь, мы уже создали фонд, который называется Ukraine, Relief, фонд. У нас есть там проверенные контакты и каналы, как мы будем помогать нашим братьям и сестрам в разных местах. Людям, которые потеряли жилье, потеряли близких, которые не имеют доступ к продуктам. Сейчас вы увидите код, и если вы желаете, поучаствовать на нашей церковной группе вайбер объявлений, вы сможете туда отправлять ваши пожертвования, и мы будем отвечать на зовы людей, которые обращаются к нам за помощью. если вы смотрите нас онлайн, я обращаюсь ко всем нашим онлайн зрителям. Этот код также вы сейчас увидите на экране. Если вы желаете быть участниками и помогать пострадавшим, вы также можете сделать свое пожертвование. По этой ссылке у вас будет выбор, на какую цель пожертвовать. вы можете выбрать Ukraine Relief Fund. И мы с Божьей помощью будем стараться оказывать поддержку, которую мы можем сделать в это время. Также мы планируем отправлять туда гуманитарную помощь. Сейчас к нам обращаются с простыми просьбами, простые предметы личной гигиены, продукты, матрасы, на чем спать. В нашей церкви Ярослав Бричко ответственный за этот проект. Поэтому все вопросы, которые у вас будут, предложения, все желающие участвовать в этом проекте, вы сможете обращаться к нему. И он будет координатором этой гуманитарной помощи. Друзья, завтра мы в нашей церкви объявляем церковный пост и молитву. Мы будем молиться за мир в Украине и мы также будем молиться за мир в людях, в семьях, в отношениях, в сердцах. Это будет не просто обыкновенная молитва по понедельникам, но это будет особая молитва, на которую приглашаются все. мы обращаемся к тем, кто смотрит нас онлайн, если вы желаете присоединиться к нам, вы также можете быть частью этой молитвы. Мы знаем, вернее, мы не знаем причина, почему я обращаюсь и призываю всех нас молиться, друзья. не просто постите на ваших страничках pray for Ukraine, but actually pray. Но молитесь, сколько секунд у нас заняло сделать пост, сколько мы часов по-настоящему это делали, как хочется, чтобы мы это делали с нашими детьми и научили их, передали им правильный христианский дух. Мы не знаем, что будет в нашей стране завтра. Мы это уже испытали на примере короны, локдауна. Мир перевернулся так быстро. Правда, у вас были планы? У нас тоже. Поэтому мы не знаем, что будет завтра. Мы блаженны в то, что мы верующие. И нам важно это ценить. И я прошу вас, люди, берегите отношения. Езекия, когда услышал о войне, о военных слухах, о страшных новостях, в Библии написано, что он сделал. Он пошел в дом Божий, пошел в храм и показал Богу все видеоролики и сказал, прежде чем он сделал что-либо, он сказал, Господи, помилуй нас и помилуй наш народ. Аминь.